Ой, завалилась. Ко мне. Уникальные кадры семейного видео. Маленькая Ника пытается сама сидеть и разговаривать. Всё то, что другие дети в её возрасте умеют без труда. Веронике три года, а выглядит на восемь месяцев. В какой-то момент малышка перестала расти. Родители забили тревогу. Наталья и Артём обошли все клиники, частные и государственные, но никто из врачей не может объяснить, что происходит с их девочкой. Вес 8800, а рост 79. Хотя должна на килограмм 13 весить в этом возрасте. Ну вот сидит только так, вот маленько в подушке садим, она сидит и, ну, недолго падает. Силы, были бы силы, она, может быть, ещё сидела бы, а так нет. Ну всё, никто ничего не знает, все разводят руками. Вероника прошла через множество обследований, но медики отклонений не увидели. Результаты анализов отправляли даже в Израиль. Но и заграничные специалисты не решаются поставить диагноз. Не могут объяснить и то, почему у Вероники практически с рождения каждый день держится высокая температура. Да, температура долго не начала держаться. Что неделя, две уже много и как бы и дальше, и дальше не спадала температура. Ну раньше было 38,5, 39. Постоянно? Постоянно. Вот сейчас как бы, когда дом не прохладный, вот мы сейчас переехали в частный дом, дома прохладно, сильно не топим, я мёрзну, а ей хорошо, у ней 37,5. Родители Ники связались с медико-генетическим научным центром в Москве. Специалисты предложили сдать кровь на полное геномное обследование. Стоимость анализа 80 тысяч рублей. Благодаря неравнодушным жителям Хакасии всю сумму удалось собрать в рекордно короткие сроки. Теперь семья в ожидании ответа московских генетиков и просят совета у зрителей РТС, которые, возможно, были в похожей ситуации. Связаться с родителями малышки можно по телефону, указанному на экране. Ольга Камзылакова, Павел Горжов, РТС.